Это красивое многолетнее растение, которое популярно у садоводов благодаря неприхотливости и прекрасному внешнему виду. Главная его особенность – это период цветения, который приходится в основном на осень, но есть сорта, цветущие и весной. Речь пойдет о таком растении как безвременник осенний. Также он известен под названиями колхикум великолепный, ядовитый крокус, собачий лук, осенний цвет, луговой шафран и зимовник. Однако эта культура является ядовитой, особенно луковица и семена, потому работать в саду следует строго в перчатках. Не забудьте подписаться и поставить лайк. А мы продолжаем. Безвременник, растение многолетнее, цветет несколько лет подряд. Высота около 40 см. Состоит из луковицы, прямого стоячего стебля, удлиненных листьев с глянцевой поверхностью. Цветет весной или осенью, покрываясь белыми, розовыми или желтыми цветками с шестью лепестками, которые напоминают колокольчик. Держатся цветки до четырех недель. Во время цветения безвременника пыляется насекомыми, у него образуется плод-коробочка, но увидеть этот созревший плод можно только на следующий год весной, в тот период, когда прорастает трава в виде листовых пластин и формируются цветоносы. В трехстворчатой коробочке у безвременника формируются и созревают семена, окрашенные в буро-коричневый цвет. Их полное созревание, необходимое для процесса размножения, происходит только к концу лета, поэтому для получения посадочного материала их оставляют у растения зимовать под снежным покровом. Листва у безвременника имеют изумрудно-зеленую окраску и напоминают по форме строения лист черемши либо ландыша. Длина листовой пластины у большинства видов составляет около 30 см. К середине лета листья медленно начинают желтеть, отмирать и подсыхать, поэтому уже к началу осени, перед наступлением цветения цветоносы оказываются оголенными. Корневая система у растения представлена в виде луковицы, ее форма овальная, а снаружи она покрыта плотными чешуйчатыми образованиями из старых листьев. Из каждой луковицы идет кустовой рост цветоносов, их число бывает от 3 до 12. Цветки у безвременника обоеполые, а гибридные сорта могут обладать махровым строением лепестков. Во время периода цветения большинство безвременников источают очень тонкий и приятный аромат. В природе обнаружено не менее 60 различных разновидностей безвременника. Кроме того, на их основе с помощью селекционной работы выведено немало гибридных форм. Приведем его разновидности, которые цветут осенью. Безвременник веселый. Это растение носит еще одно название, безвременник яркий. Ареалом его обитания являются луга, лесные опушки и поляны областей предкавказья, а также низовья Волги и Дона. Цветки у данного вида крупные и имеют лиловую или пурпурную окраску. Из луковицы диаметром 3 см вырастает до 3 цветоносов. Лепестки у цветка имеют длину 4 см, а тычинки – до 2 см. Цветение начинается в августе и продолжается до октября. Безвременник осенний. Растет в местах поросших травой, на сухой и открытой местности, в лугах, на полянах, предгорьях. В диком виде растения можно найти на Кавказе в Закавказье, Краснодарском и Ставропольском краях. Цветки крупные, имеют окраску белого, бледно-розового и сиреневого цвета. Из одной луковицы вырастает от 1 до 3 цветоносов и 3-4 зеленых листа. Период цветения начинается в первых числах сентября и длится примерно 4 недели. Высота растения составляет до 40 см, предпочитает умеренный климат. Безвременник великолепный. Встречается на лугах и в степных районах Кавказа, Грузии и Краснодарского края. Во время цветения луковица выпускает 3-4 цветка с окраской светло-лилового или пурпурного цвета. Это растение имеет крупную луковицу до 5 см в диаметре, а листочки у многолетника небольшие, до 7 см в длину, а вырастает их не более 6 штук. Фаза цветения наступает в сентябре или октябре, семена созревают в июле следующего года и имеют размер 3 мм. В высоту растения достигает до 40 см. Безвременник ватерлили. Это гибрид, который получился путем скрещивания безвременника осеннего и великолепного. В результате получилось растение, цветки у которого очень крупные, махровые, с множественными лепестками, окрашены они в насыщенные фиолетово-розовые оттенки. Сортовой гибрид получился низкорослым и вырастает не более 20 см. Он требователен к составу почвы, плохо переносит зимние морозы, требуя укрытия. Листья у растения длинные, достигают 25 см, к июню они уже полностью отмирают. Безвременник Барнмюллера. Это компактное растение, встречается в дикой природе, вырастает до 15 см, диаметр цветка достигает 10 см. Из одной луковицы образуется до 6 цветоносов. Фаза цветения начинается в сентябре, листья растут вместе с цветоносами и имеют светлую зеленую окраску. Окрас у лепестков розовый, в сердцевине цветка он темнеет до лилового. Безвременник Джайант. Это тоже гибридная форма, выведенная при сочетании безвременника Барнмюллера и безвременника Гигантского. Цветение у луковичного многолетника начинается в начале осени, цветки крупные, имеют насыщенную вишневую окраску с характерным светлым пятном в центре. Цветоносы вырастают до 25 см. Безвременник византийский, встречается редко, но обладает необычной махровой формой лепестков, имеющих небольшое заострение на концах. Диаметр цветков достигает 10 и более см. Из одной луковицы образуется до 12 цветоносов. Высота растения при благоприятных условиях может достигать до 60 см. Листья длинные, до 30 см и широкие, до 15 см. Цвести этот вид начинает в августе, окраска лепестков белая или фиолетовая. Есть также и разновидности безвременника, цветущего весной. Безвременник анкарский, редко встречающийся в природе вид, который имеет компактные размеры и вырастает до 15 см. Встречается в Молдавии, Крымском полуострове, на Украине, в горных западных районах Турции. Цветение начинается ранней весной после схода снега. Из каждой луковицы образуется по 8 цветоносов, окруженных тремя листьями. Период цветения у этого многолетника непродолжителен и составляет не более двух недель. Листья у многолетника вытянутой ланцетовидной формы, они растут вместе с цветоносами и отмирают в срок окончания фазы цветения. Окраска у лепестков сиреневая. Безвременник желтый, в условиях естественной среды обитания растения можно встретить вблизи ледников на Тибете, Гималаях, Памире и Тяньшане. Зацветает многолетник в то время, когда с предгорий сходит снежный покров. Размер цветка у этого вида небольшой, всего 3 см в диаметре. Лепестки окрашены в яркий желтый цвет, а вырастают цветоносы всего до 15 см. Листья имеют темную зеленую окраску, а их рост происходит параллельно с формированием цветоносов. Безвременник венгерский, ареалом произрастания данного вида является территория Греции, Венгрии, Югославии и Албании. Расцветает многолетник в самом конце зимы, начале весны. Цветки небольшие, имеют белый или красновато-розовый цвет. Листовые пластины формируются одновременно с цветоносами, но на внешней поверхности листочков можно увидеть покрытие из маленьких и тонких волосков. Растение очень компактно, его высота не превышает 15 см. Безвременник киселлинга, в дикой природе этот вид можно увидеть в альпийских и субальпийских районах, расположенных на высоте 2000 метров над уровнем моря. Кроме того, этот вид растения встречался и в предгорьях Памира и Тяньшане. Цветение у этого луковичного многолетника начинается весной, когда сходит снежный покров. Небольшие по размеру луковицы выпускают от 1 до 4 цветоносов с небольшими цветками белого оттенка. На оборотной стороне лепестка имеются полосы прожилки, окрашенные в контрастный пурпурно-лиловый оттенок. На дачных участках цветоводы высаживают гибридные сорта. Это многолетнее луковичное растение не очень капризно и довольно хорошо приживается в цветнике. Растение распространено, его выращивают в условиях открытого грунта в большинстве регионов России. Безвременник любит расти в солнечных или слегка затененных условиях. Растение хорошо может переносить недостаток влаги, но избыточная увлажненность почвы может привести к тому, что луковицы растения загнивают. А на цветке появляется серый огний или он подвергается нашествию слизней. По этой причине у подножия деревьев и кустарников безвременник не следует размещать. Безвременник имеет различные сроки цветения, которые зависят от сорта растения. Поэтому при высадке луковиц в открытый грунт нужно это учитывать. Растения, срок цветения которых начинается весной, следует высаживать в начале или в конце лета. К этому моменту луковицы и семена достаточно созрели и готовы к выкапыванию. Луковицы сортовых растений, цветущих осенью, а их подавляющее большинство, следует сохранить в прохладном месте до следующего года и высадить в грунт в августе. Но для этого нужно, чтобы погода стояла недождливая и теплая. Для нормального роста и развития многолетнему луковичному безвременнику нужен хороший дренаж, поэтому на дне посадочных лунах размещают слой битых кирпичей и речного песка, а сверху насыпают слой рыхлого почвенного субстрата. Наиболее подходящий для разведения безвременника считается щелочная или закисленная почва. Безвременник во время своего цветения осенью всегда выглядит очень эффектно на клумбе, не обратить на него внимания невозможно. Нежные и ароматные цветы появляются в тот момент, когда ваш сад уже отцвел и готовятся к отдыху. Цветущие яркие островки Колхикума будут уместным украшением для придомовой территории, ими можно оживить пространство возле забора, разместить вдоль кромки бордюра различных цветников, высадить в каменистом ракарии или декорировать альпийскую горку. Рядом с безвременником ландшафтные дизайнеры рекомендуют высаживать можжевельник или карликовую пихту. Такое сочетание выглядит невероятно красиво, когда на фоне темно-зеленой массы появляются нежно-розовые соцветия. Некоторые садоводы пытаются разместить рядом с безвременником растения, которые могли бы закрывать своей листвой оголившиеся цветоносы этого луковичного многолетника. Но из-за его любви к сухим почвам найти гармоничное соседство бывает довольно сложно. Спасибо за просмотр! Подписывайтесь, ставьте лайк и оставляйте комментарий. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok